Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Сергей Проходский. Я сооснователь студии ландшафтного дизайна «Апрель» и достаточно давно и много занимаюсь созданием садов и уходом за садами. Сегодня мы поговорим про живые изгороди. На самом деле это очень классный элемент ландшафтного дизайна, который позволяет отгораживать участки от соседей, выделять какие-то отдельные зоны и выполнять в том числе и другие функции. Живые изгороди бывают очень разные, из хвойных, из лиственных растений. Вот перед вами сейчас как раз-таки шикарная живая изгородь из ту и западной сорта «Брабант», которая хорошо разрастается, дает массу зелени и хорошо изолирует одно пространство от другого. Самое главное, наверное, что происходит с изгородями в процессе ухода, это непосредственно их стрижка. Изгороди бывают формованные или стрижные и неформованные или не стрижные. Стрижные изгороди встречаются на порядок гораздо более часто, с учетом того, что из них можно сформировать ровные поверхности, зеленые стены, которые будут непроницаемы для глаз. В данном случае сегодня мы как раз-таки поговорим о том, как правильно производить стрижку изгородей, когда это лучше делать, какие инструменты будем применять и на что следует обратить внимание. Как же подойти к стрижке живой изгороди? У любой живой изгороди будет несколько поверхностей. Во-первых, верхняя грань и две боковые грани. Кажется со стороны, что живую изгородь надо стричь по принципу сверху по высоте и боковые поверхности строго вертикально. В принципе, да, так можно делать, но на самом деле здесь скроется один небольшой секрет. В условиях средней полосы, где солнца и освещение в целом не так много, как хотелось бы для многих растений, если мы будем стричь изгороди ровно, вертикально, может получиться так, что в нижней части изгородей будет света меньше, его будет не хватать и со временем изгородь в этой части начнет изреживаться, будут появляться и видны стволики у кустарников, у деревьев. Это, кстати, очень часто можно заметить в большинстве постсоветских городов. А если мы боковую грань сделаем чуть более наклонной, то есть она у нас будет сужаться по направлению к вершине в форме трапеции, если разрезать изгородь, таким образом мы добьемся более интенсивной инсоляции в нижней части кроны деревьев и кустарников. И так изгородь будет более плотной. Это связано в том числе и с биологией роста растений. Сверху всегда нарастает больше листвы, веточек, и растения более интенсивно в целом вегетируют. Соответственно, и принцип здесь точно такой же. Обрезать надо будет тоже более интенсивно. Снизу растения растут меньше, соответственно, резать мы будем тоже меньше, чтобы максимально сохранить зеленую массу. Последовательность стрижки. Первое, с чего следует всегда начинать, это с высоты. Сначала мы будем стричь всегда верхнюю грань, и потом, исходя, отталкиваясь от нее, выстригать боковые грани. Важно определяться по высоте. У каждого, в зависимости от того, какая это изгородь, высота стрижки будет разная. В данном случае, так как у нас туя западный абрабант выполняет функцию зеленого забора, мы истрижем ее по высоте чуть выше того забора, который, настоящего забора, который ее скрывает за ней. Соответственно, мы выбираем высоту стрижки, и будем полностью растение проходить на одном уровне, на всей длине изгороди. Если изначально это сделать сложно, можно с одной стороны изгороди и с другой поставить два колышка, натянуть между ними веревочку и, соответственно, выстригать по веревке, выбирая ножницами чуть-чуть выше этого уровня. Тогда мы получим ровную горизонтальную поверхность. Если у вас уже есть опыт стрижки, соответственно, можно регулировать в процессе того, как вы будете двигаться вдоль изгороди, выдерживая одну и ту же высоту. Есть маленький совет. В процессе стрижки изгородей старайтесь проходить как минимум в двух направлениях. То есть, если я первый раз, проходя и выстригая изгородь по профилю с одной стороны, шел в направлении от меня дальше, обязательно потом прохожу еще в обратном направлении, нивелируя те нюансы, погрешности, которые образовались. И не забывайте о том, что профиль изгороди надо поддерживать со всех сторон. И если даже у нас есть лицевая сторона, которую мы выстригаем для того, чтобы изгородь была плотная и красивая, кроме этого может быть еще сторона, которая особо не видна, как, допустим, здесь между изгородью и существующим металлопрофильным забором. В любом случае, я буду проходить за ней тоже, для того, чтобы изгородь не дорастала до забора, а таким образом сохранялась максимально эстетичной и плотной, в том числе, со всех сторон. На самом деле, для изгороди есть целый ряд декоративных растений, которые можно высаживать и потом их либо стричь, либо оставлять изгородь свободно растущей. Среди хвойных это прежде всего туи, сорта сморакт, колумна, брабант и другие. Можно выстригать изгородь из пихты различных видов, можно использовать колоновидные можжевельники, ель европейскую из леса, которая тоже шикарно стрижется и образует непроходимые зеленые стены. Ну и, конечно же, для живых изгородей можно использовать лиственные кустарники, лиственные деревья. В качестве примера вот здесь как раз-таки разросшаяся изгородь из кизильника блестящего. Также можно использовать беричину обыкновенную, сорта барбариса, спирей, боярышники и целый ряд других растений. Но вне зависимости от того, о чем мы говорим, о каком конкретно растении, о хвойном, о лиственном из этого диапазона, есть несколько правил, которые обязательно надо выполнять для того, чтобы изгородь у вас была плотной, аккуратной и полностью зеленой по сторонам и сверху. Необходимо прежде всего добиваться постоянной стрижки. В зависимости от того, о какой культуре идет речь, количество или кратность стрижек, обрезок за сезон будет от 1 до 10-12. Если мы будем говорить про ель, пихту, ту и западную, то, занимаясь формовкой изгороди в конце июня-начале июля, можно ограничиваться одной стрижкой в год. Возможно, понадобится вторая в первой половине или в конце августа, для того, чтобы подровнять те вторые приросты, которые могут образоваться на растениях. С лиственными кустарниками немного по-другому, где-то более трудозатратно. Многие из них, как, допустим, широко распространенный кизильник блестящий, беричина обыкновенная, интенсивно нарастают в процессе сезона, с весны до осени. И таким образом важно будет стричь эту изгородь постоянно. Для изгороди из кизильника количество стрижек может быть от 2-3 до десятка в год. С учетом того, что обрезая по высоте, кизильник и беричина будут давать все новые-новые побеги. Но зато, если мы будем проводить несколько стрижек в год, мы очень быстро получим плотную зеленую стену или изгородь. Это, наверное, один из самых главных приемов для формирования как раз-таки высокодекоративных вот этих вот линейных сооружений. Не забывайте про то также, что с обрезкой мы постоянно забираем у растения элементы питания, так как оно теряет силы на то, чтобы образовать новые побеги и листья. И необходимо учитывать то, что хотя бы раз в год растения необходимо подкармливать. Осенью, соответственно, это комплексными удобрениями, или, соответственно, весной в начале года. Для большинства растений этого будет достаточно. Не говоря уже, конечно, о том, что следите за поливом, с учетом того, что обрезаемые растения больше потребляют влаги и не настолько стрессоустойчивы в сравнении со свободорастущими растениями. Но, с другой стороны, растения, которые уходят в стрижку, они, как правило, более аккуратны, более долговечны и возобновляются постоянно каждый год. Пусть у вас будут отличные изгороди. До встречи на канале Процветок. Подписывайтесь, здесь много интересного.